Игорь Зорин Нельзя забывать историю своего народа. Тот народ, который не помнит свою историю, у него нет будущего. Наряду с молодежью и память героев пришли почти те ветераны. Владимир Пронин – полковник в отставке. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и Северном Кавказе. В его копилке множество наград. Ордена за личное мужество, красного знамени, красной звезды, Николая чудотворца третьей степени, за воинскую доблесть. На службе Владимир провел 40 лет. Сейчас возглавляет городскую ветеранскую организацию. Молодое поколение, оно должно знать героев. И ни в коем случае не забывать. Потому что это наша история. И история нашей страны, нашего города. Я думаю, что более пожилое поколение людей, оно передаст вот эту, как сказать, дистанцию, которую сейчас проводят ветераны города, области по воспоминаниям своим. Я думаю, молодое поколение сейчас растет именно таким, которое будет защищать и любить свою страну. Свою историю День Героев Отечества ведет еще с 18 века. Екатерина II тогда учредила Орден Святого Георгия Победоносца. И до 17 года, 26 ноября по старому стилю, отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции праздник, как и Орден, были упразднены. В 2007 году его возродили. Нынешний День Героев Отечества – это не только день памяти героическим предкам, но и чествования ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В истории Самарской области навсегда вписаны имена четырех сотен героев. Мэри Елчан, Мария Левина, Василий Калдашов. События.